14 мая в Буя на Аллее Победы состоял сезональный этап областного конкурса «Смотр строя песни Плацпарад». В нем приняли участие команды-победительницы муниципальных этапов, команда детско-ветеранской организации «Победа школы номер один», команда школы номер два и команда военно-патриотического клуба «Стяг» гимназии номер один города Галича. Уважаемые участники областного смотра строя песни Плацпарад, от имени администрации города, от себя лично, я рад приветствовать вас сегодня здесь, на самом святом для каждого жителя нашего города месте Аллее Победы. Буквально несколько дней назад, и, наверное, это очень символично, на этом месте мы проводили торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе. Чествовали ветеранов, вспоминали память павших и напутствовали молодежь на патриотическое воспитание, на верность нашим боевым традициям. И сегодня, видя перед собой вот такую военную выправку, я понимаю, наше Отечество в надежных руках. Дорогие друзья, я от всей души благодарю Центр Патриот за то, что именно город Бой был выбран местом проведения зонального этапа, и желаю всем участникам удачного выступления и побед. Удачи вам, ребята! Еще раз добрый день! Я всем желаю здравия, во-первых, нашим уважаемым ветеранам, организаторам замечательного истинно патриотического мероприятия, ну и, безусловно, вам, дорогие ребята. И имею честь от имени губернатора нашей Костромской области Сергея Константиновича Ситникова поздравить вас с этим знаменительным днем, как этап, зональный этап, финальный уже этап, смотра конкурса «Строи песни» плацпарад. Да, действительно, в этом году внесены были изменения в график проведения, связанное это с пандемией, и обычно мы заканчивали уже 9 мая данное мероприятие финалом в городе Костроме, но сегодня, в этом году, немножко график изменен. Но это не самое главное. Самое главное, что у участников становится не меньше, что участники в душе, в сердце своем юном являются патриотами. Вы наследники великой победы, победы нашего великого народа. И я надеюсь, что когда вы вырастите, станете большими, у вас появятся свои семьи, вы будете ту связующую нить поколений передавать и своим детям. Я надеюсь на это, и дай Бог нам всем, чтобы Россия и наша Костромская земля процветала. А вам, ребята, удачи, все впереди. Спасибо. Задачами проведения осмотра являются Воспитание чувства патриотизма, гражданской ответственности у подрастающего поколения, формирование интереса к военной профессии, создание условий для демонстрации участниками уровня своих знаний, умений и навыков по строевой подготовке, формирование уважительного отношения к строевой выучке как важнейшему традиционному атрибуту воинской службы, воспитание чувства товарищества, взаимовыручки и дисциплинированности. Команды-участники демонстрировали строевую подготовку в прохождении торжественным маршем с воинским приветствием и исполняли песню. Перед подведением итогов происходящего в этот день на Аллее Победы Действа председатель жюри, помощник губернатора Дмитрий Бодрин наградил буйских учителей и студентов дипломами победителей конкурса «Растим патриотов». Дипломом третьей степени зонального этапа областного конкурса «Смотр строя и песни плац-парад» награждена команда школы номер один города Буя. Дипломом второй степени команда школы номер два. И дипломом первой степени команда клуба «Стяг» гимназии номер один города Галич. В финал, который состоится 22 мая в Костроме, вышли все три команды. Команда города Галича «Стяг». Сегодня мы им уступили, да. У них очень хорошая подготовка и очень хороший руководитель. Также и командир очень хороший. Вы поедете с этой же песней уже на финал? Да, ничего не будем менять. Просто будем лучше ходить и тренироваться каждый день ходить. Мы прежде всего не соперники. Мы, в принципе, идем по одному руслу. Двигаемся в одном направлении. Это наша общая победа всех ребят, которые здесь присутствуют. То есть вы встречаетесь здесь, вы уже знакомы, да? Да, конечно, с всеми ребятами мы уже знакомы. А как удалось познакомиться? На других соревнованиях. Тут все ребята дружелюбные, общительные. Несмотря на то, что все-таки приходится разделять баллы? Да мы даже не думаем об этом. Тут и так уже все победители и все лучшие ребята. Ну что ж, вы приехали из Галича. Как вы можете охарактеризовать подготовку к этому мероприятию? Все ли у вас устроилось? Мы вообще все прекрасно подготовили, место прекрасное. Ребятам пожелаю не прекращать заниматься этим делом, двигаться так же твердо, как они маршируют. Что скажешь своей команде? Я их очень люблю. Они очень хорошие девочки. Я не знаю, как нас так свела судьба всех в одну команду, но я понимаю, что это не только мне нужно. Это и им нужно. Это самое главное, что мы это делаем для себя в первую очередь. И мы от этого получаем удовольствие. Вот это самое главное, наверное, в моей команде. Я очень благодарна Викторе Викторовне. Это безграничная, наверное, поддержка. Постоянно она рядом с нами, постоянно успокаивает, если что-то случается. Это, наверное, самое ценное для нас. То есть она стоит и смотрит, да, как вы маршируете? Она всегда с нами, всегда рядом с нами. Даже если она не может. Мы как-то по видеосвязи даже созванивались, ходили. То есть она всегда рядом. Определенная гордость внутри даже за то, что ты можешь это сделать сам и пройти. Именно в строю со своими, как бы, сокоманниками. Как можно купить? Ну, у нас очень быстро мы научились. Потому что у нас девочки, как бы, и многие на танцы ходят, ногу могут тянуть. Как бы, тут от этого очень много все зависит. Есть же люди вообще, которым очень сложно ходить и им очень сложно развить это в себе. Мы из ковида уже постепенно выходим, поэтому появляется возможность проводить вот такие мероприятия. Все-таки с числом участников до 50 человек разрешено в этом году проводить. Поэтому, ну, все-таки празднование Дня Победы и проведение подобных патриотических конкурсов, оно стало возможным. Отлично. Скажите, вот сегодня прозвучали от ребят песни, может быть, даже вашей молодости, что-то знакомое, может быть, что вы уже слышали. Ну, конечно, это строевые песни, с которыми, в общем-то, мы и на уроках НВП в свое время маршировали, и при службе, в срочной службе в рядах вооруженных сил. Естественно, что песни все знакомые, песни все, так скажем, наверное, каждому русскому человеку, они близки и, в общем-то, вызывают даже, вызывают слезу. Особенно вот эти наши девочки со второй школы пели песни нашего непромокаемого батальона, да, то есть из фильма «Белорусский вокзал». Ну, на самом деле, это очень такая трогательная и важная память о Великой Отечественной войне. Здесь, в общем-то, отряды разновозрастные, поэтому тем, кто будет выпускаться в этом году, я от всей души желаю, конечно, успехов. Успехов в сдаче единого государственного экзамена и поступления в те учебные заведения, которые они считают для себя самыми нужными, и, самое главное, определиться с выбором жизненного пути. Ну, а всем остальным, наверное, каникул, отдохнуть хорошо, набраться сил и на следующий год прийти уже в выпускные классы и достойно отучиться и сдать экзамен.